Может ли любимое занятие приносить деньги? Говорим сегодня с музыкантом, человеком успешным, Виктором Зинчуком. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Ну вот и вопрос к вам такой, да? Все-таки может ли любимое занятие, хобби, может быть, в изначальном варианте, приносить деньги? Может. Любимое занятие, безусловно. Именно вот любимое занятие, тогда становишься счастливым человеком. Хобби для меня все, что связано с футболом. У меня детский восторг, юношеский. Я дружу с Лешей Смертином, капитан нашей команды. То, что Егор Титов во время дисквалификации целый год играл с нами, это праздник незабываемый. Ну про футбол мы еще обязательно поговорим. Ну и все-таки, вот любимое занятие, которое сейчас приносит вам деньги, вы сразу с ним определились? Или это были какие-то там, ну я не знаю, не шатания, конечно, но по крайней мере пытались нащупать? Чем же вам заниматься в жизни? Какое-то время пытался... Ну как? Ну сама жизнь выводила на это. Расскажу. В детстве я уже начал играть в школе, уже с 4-го, с 3-го класса на гитаре. И раньше не было дискотек, каждая уважающая себя школа имела свою группу. У нас была соперничающая группа из соседней школы «Закат солнца вручную», там гитарист все время дергался. Это был Гарик Сукачев. Да, я его запомню. И кроме этого, это поглощало себя полностью, даже стал прогуливать какие-то там уроки, но затем, как и нужно было, поступил в металлургический институт, близко металлово, понимаете. Но понял, что это не мое, стал прогуливать, и меня отчислили. И я готовился к поступлению в музыкальное училище. Тем временем наши агенты отыскали некоторые детали вашей жизни в Красноярске, и поэтому сейчас рубрика «Посмотрели» и внимание на большой экран. Он заслуживает всяческого уважения, но в плане музыки ничего нового он не сделал. Вот как бы можно отметить этот прискорбный факт. Думаю, Зинчука можно назвать запильщиком, потому что он все-таки поставил рекорд по скорости исполнения на гитаре, сыграв полет шмеля, насколько я помню, 24 ноты в секунду. Это популярно среди очень многих гитаристов. То есть многие пытаются как-то перекладывать классические произведения именно на электрогитару, придать ему более современный колорит. Но не знаю, на мой взгляд, это некое кощунство. Я еще не слышал, честно говоря, о классической музыке, которая звучала бы лучше оригинала. Потрясающий гитарист, наверное, один из лучших у нас в России. Я знаю то, что у него огромная коллекция гитар, что он на каждой из них играет, и, по-моему, руки у него застрахованы на какую-то бешеную сумму. Я тоже читала, это полмиллиона долларов. Почему американцы? Русские не оценили? Да, видимо, так. Действительно, это было так. Сейчас не застрахованы. Я хочу жить спокойно. Это было как признание заслуг, знаете, еще в 98-м году. И год это было. Во время этого года ничего не случалось. Потом я и там ломал, и руку, и сейчас ногу. Дело в том, что мне 47 лет. Когда я появился, я как раз появился с тем, что по-новому шокировал всех. Ибо, ну как, я играл на гитаре «Каприз Паганини», музыку для гитары непредназначную. Я первый записал диск «Неоклассика», и там исполнял хоральные прелюдии и «Фуги», и «Аганна Севастьяна Баха» для гитары непредназначенной. И был первым исполнителем. Я еще до моей, извините уж, что хвастаюсь, но это правда. Вы можете посмотреть хронологию в диске. Играл «Летнюю грозу» Вивальди. В хард-роковой обработке там было пять гитар наложением. Я просто думаю, что на самом деле ребята немножко не подкованы, не совсем подкованы. Я прекрасно знаю, почему это. Потому что все-таки меня можно увидеть как следует только на моем сольном концерте. А то, что все знают, крохи, ну вот информацию. Руки застрахованы. Это в основном интересно бывает журналистам, простите. Вопрос от Красноярцев. Здравствуйте, меня зовут Вика. Виктор, у меня к вам следующий вопрос. Как вы выбираете произведения для аранжировок? Ой, спасибо, Вика, спасибо. Я подбираю их. Но прежде всего меня это должно по-хорошему зацепить за какие-то струнки, какими-то крючочками, за мое сердце, за мою душу. И я, как и говорил, я хожу, и есть вот сверху утверждение, что я должен это сделать. И все. И я не могу деться никуда, я должен это исполнить. Ну тогда у меня вопрос такой, как собственное исполнение? Или вы где-то услышали эту музыку и захотели ее оранжировать? Иногда это, конечно же, я ее слышу. Как правило, из-за того, что музыка не предназначена для гитары. Например, у меня в новом альбоме «Лебедь Син Санс». Никто ведь этого не играл на гитаре. И я долго думал, на какой гитаре сыграть, придумал. На гавайской. Так, про гитары. У вас целая коллекция там была. Да, совершенно больше 30 гитар. Все они нужны просто, чтобы играть. Они в работе, да? Я их даже спокойно отдаю, у меня есть студии, там на них все играют, записывают. А ваше самое любимое? Да, я даже не думал. Ну, все любимые по-своему, когда на ней играешь, и вот этот процесс, когда она тебе позволяет быть самой. Понимаешь, и вот это любимое. Вы знаете, ну нет такого заболевания, есть склептоманы, кто-то еще, кто гитаре... Вещизм. Да, вещизм. Я не такой. Это инструмент, в котором вы работаете. Я их насилую, да, они бьются везде. И как? Я бывает и падаю со сцены. Один раз мне гитара спасла жизнь. Я летел со сцены метров пять. Огромная сцена. И при земле она меня тормозила по ступеньке, вот так вот не дала разбиться. А как вы летели? Как это вообще получилось? Спиной. Ну, со мной раньше случилось. Эмоциональная игра или нет? Нет, я шел уже со сцены, когда тебя слепят софиты, а потом ты попадаешь в темноту, и вот такие, ну, здоровые провода лежали. Он провернулся, и я летел. В общем, вы были здесь в музыке. Да, но там спасла кожаная куртка, вот, и мотоциклистов иногда. И гитара. Она тормозила, ей я тормозил. Я на ней играю даже сейчас. Вот такой эмоциональный разговор. Мы продолжим сразу после рекламы, поэтому не переключайтесь, много всего еще интересного впереди. Продолжаем беседовать. И теперь вопрос по поводу вашего преподавания. В этом году я знаю, что вышла видеошкола, мастер-класс Виктора Зинчука. Вообще, можно ли буквально воспользоваться с видеомагнитофоном, допустим, или DVD и телевизором научиться играть? Можно. Но все-таки, конечно же, нужен наставник. Я в конце школы обязательно приписка с выключательным знаком, что все равно, да, это очень мощное пособие, которое включает в себя, действительно, если сравнивать с другими школами, где просто садятся очень известные гитаристы и просто медленно, порой нудно рассказывают о том, а там вот я сыграл такой пассаж. Нет, вот такая штука, короче, вот так как-то так, бум-бум. Да, иногда даже вот школа Биби Кинга, величайший блюзовый гитарист, но он настоящий черный, он же не знает нот. С ним сидит человек, которому говорит, а сейчас вы взяли третью ступенью. Да, ух ты, вот так вот это все. Я подготовился, предыдущий опыт, хотя и первый блин был, да, вспомнил, где какая нота расположена на грифе. И мы сделали табулатуру, есть приложение печатное. Во-первых, это снято в современной студии. Печатное еще есть предложение, да? Шесть камер, одна из камер расположена даже на грифе. Съемочная группа «Фабрики звезд». Это мне просто было тяжело, я с желудка даже началась, я три месяца сидел потом в Останкино, монтировал, потому что, чтобы пальцы попадали, это все-таки специфическое дело. Картинка хорошая, но монтировать нужно самому было. Ничего, очень интересная, я нашел форму такую, как бы гитарные караоке. Чтобы интереснее было заниматься, нам нужны дополнительные раздражители. Если нет возможности сделать свою группу, надо играть с минусовой фонограммой. И у меня можно сыграть, начиная от «Чижика-пыжика» и «Романса Гомоса», очень задушевное произведение. Причем я показываю, как это играть на электрогитаре и на акустической. Мы задумали эту школу как адресованную буквально всем. И тот, кто первый раз возьмет гитару в руки, узнает, как настраивать, что такое, ну, эффекты для гитары, как гитары выбирать, постановку в далеку муссурийский, я сейчас там был уже третий раз, и в большом городе. Может ли каждый научиться, ребенок? Может, может, конечно же, да. Вот эти технические какие-то, это талант вообще? Несмотря на то, что Паганини, Никола Паганини говорил, что гитара – это самый сложный по владению инструмент. Гитара все-таки, ну да, у ребенка должны отрасти пальчики. Как вы видите, у меня пальцы не очень длинные. Да, на одной руке длиннее, чем на другой, это уже профессионально вытягивается. Серьезно вытягивается на одной пальце. Все равно, и у многих гитаристов не длинные пальцы, они более сильные. Любые длинные пальцы позволяют играть так, в этой аппликаторе. Гитара – это очень интересный инструмент, универсальный. Есть разные строи и так далее. А, в общем-то, ну, у ребенка должно быть на более 10 хотя бы лет, чтобы укрепился более-менее вкусно. И вот пальчики вытянулись, хотя сейчас есть и детские гитары. Но, как правило, нужны в детском возрасте, мы знаем о переключаемости интересов. Когда год, интересно заниматься этим, потом спортом, потом вот с 10 лет начинается более-менее осознанное. Но здесь еще педагог очень важен, чтобы процесс обучения вызывал радость, а не принудиловку, как на казнь идти. Виктор, сейчас появятся фрагменты клипа, мы сейчас увидим, какого, я, к сожалению, не знаю. Да, мы подготовились хорошо, приятно. Это Амадео-146, работа Филиппа Янковского. Да, здесь, в чем, так скажем, здесь такая вот, я не знаю, интрига? Само по себе вот написание этого диска для меня было окружено как каким-то... Я вот действовал как медиум. Я не знаю, почему композиция должна была называться Амадео-146. Но я знал, что именно так она должна была называться. Это музыкальная композиция, но там есть фрагмент песнопения католического. Я не знаю, почему должны были быть эти слова, но они там есть. Это кириллезы, это части, которые еще и Оган Севастянбах писал, католические названия, вот, хоралов. Не знаю, музыка получилась очень интересной, на мой взгляд. Проходит на концертах эта композиция на ура, она тяжелая. И сейчас даже в день рождения мой, мне звонили, поздравляли приятно из BBC, и говорили, что 8 апреля у меня день рождения. В этот же день они хотели поздравить генерального секретаря ООН Кофи Аннона, но решили меня. И как раз Амадео звучало по BBC на весь мир. Насколько я знаю, каждый ваш концерт, он завершается какой-то версией, каким-то клипом, да? Да, не концерт, а каждый диск. Каждый диск, да, каждый диск, безусловно, это временной период, как правило, 2-3 года. Я все-таки не очень боюсь времени, а каждый мой диск отличается. Это здесь вот о том, вот о гитаристах из других стран и так далее. То есть я более свободный. И вот как раз вот к тому, что вот молодое поколение знает или не знает, мне интересно играть в разных стилях, и неизменным остается гитара. Мне интересно сыграть на гитаре и Вивальди, и Паганини, и Моцарта, и Шуберта, и Одинского полонеза. А вы называете все-таки попсу несерьезной музыкой? Я не называл такого, я этого не говорил. Я читала, я читала. Не, ну не всю. Дело в том, что есть в каждом... Это не та попса, которая несерьезная. Вы понимаете, есть и джаз несерьезный, и рок несерьезный. Важно, кто играет. Если это сыграно на таком дилетантском уровне, кое-как. Это несерьезно. Опять же, среди той, которая появляется, выдающиеся мелодии какие-то. Вот там все говорят о фабрике. О, как здорово, девочки поют. Не девочки поют. Сделал Матвиенко или продюсер. Так, чтобы девочки пели. А девочек только научили. Они свеженькие, молоденькие. Они могут ехать, они выдержат гастроли. Плотный график. Они большой гонорар, извините, не попросят. И можно будет оправдать этот проект и сделать еще множество других. Это шоу-бизнес. Как вам удается там, я не знаю, продюсировать? Как вообще складываться? Ну, здесь надо быть, наверное... Насколько это сложная задача вообще? Нелегкая. Надо быть психологом. И некоторые музыканты не... Ну, просто не... Ну, как, не удерживаются долгое время в коллективе. Есть такая специфика, как клавишные инструменты. Но все мы все равно в прекрасных отношениях. Все уходят. Ну, как не уходят. Просто сотрудничают. По-разному бывает. Но, в общем-то, как-то так все складывается при условии, что ты, естественно, остаешься нормальным человеком. Ну, вот в отношении... Как космонавты. Начали мы разговор все-таки с хобби из любимого занятия. Про деньги там сегодня разговариваем. Да. Вот все-таки ваш совет. Разграничить четко хобби и профессиональную деятельность? Да. Да. И в конечном итоге человек получает вот релаксацию в этом самом хобби, да? Безусловно, безусловно. Что для вас хобби? Это футбол? Футбол, друзья, дача у меня есть. И вот мы как раз... Редки те моменты, когда мы вместе даже со своими, опять же, музыкантами... Вот в Москве был концерт в Красногорске, потом поехали ко мне на дачу. Сауна, бассейн там. Ну, не очень-то и большой, но и шашлыки, конечно же, там, и прочее. Тогда понимаешь ценность этого. Виктор Зинчук, музыкант, гитарист, виртуоз. Человек, который обладает удивительной способностью заговаривать, говорит очень быстро. Бродавки вообще. Да, он занимается, несомненно, любимым делом. Мне многие говорили, что... И имеет очень много хобби. Да. Был сегодня в гостях у программы «Детали». Всего вам доброго, до свидания. Спасибо, до свидания.